Это город Эс, меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте! Сегодня мы хотим поговорить о том, как с возрастом не потерять вкус и смысл жизни. Знакомьтесь, пожалуйста, в нашей студии Вера Ивановна Федорова, представитель рабочей группы ветеранов эстафета памяти Самарского городского совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Здравствуйте, Вера Ивановна! Здравствуйте! Приближается очередная дата памяти, 7 ноября нас ждет парад памяти, и вот ваша рабочая группа называется как раз таки эстафета памяти. О чем идет речь? Почему вы так назвались? Ну, дело в том, что все меньше остается участников тех горестных и радостных событий прошлых лет, но память остается вечной. И поэтому оставшиеся наши ветераны должны сделать все, чтобы помочь нашей современной молодежи сохранить память о своих дедах, отцах, о тех, кто в годы войны сражался на фронте. И, конечно, трудились здесь у нас на трудовом фронте, в Самаре, на наших заводах, в колхозах, и помогали фронту достичь победы. Вера Ивановна, сейчас все как-то стараются больше рассказать о тех подвигах, которые были совершены на фронтах, рассказать о тех, кто воевал. А вот вы душой болеете, переживаете за работающую молодежь. Почему? Поскольку я сама пережила войну, работала с молодежью, и сама работала. И, конечно, огромный вклад тыла забыть никак нельзя. Даже наоборот. В свое время я вот, когда встречаюсь с молодежью, ну, в литературе встречалась, значит, в начале войны, когда наши союзники долго не открывали второй фронт. Причем причина была понятная, они выжидали, в какую сторону повернутся наши боевые действия. Но сомнения у них были не в боевой силе нашей Красной Армии, а сомнения были в том, что наш стыл не сможет обеспечить фронт всем необходимым. Потому что этот период первый, как все знают, что полностью, почти половина нашей страны оказалась в боевых действиях, заводы и прочее, все это было, конечно, весь тыл был на колесах. И поэтому, значит, вот это о значении тыла без тыла, если тыл не обеспечивает фронт всем необходимым, то фронт просто так не сможет выдержать. Вот поэтому очень большое, конечно, огромное значение играл в годы войны именно тыл нашего, нашей страны. И поэтому те, кто работал в годы войны на заводы, память об их огромном вкладе, незаметном, в общем, не таком выдающемся... Таком, как победа на фронте, да. Да, вот. Тем не менее, забыть о том, что давал наш тыл, ну и тем более в нашей Самаре, в нашем Куйбышеве, наши авиационные заводы, оборонные заводы. И не только наши заводы, но и наши колхозники, наши сельские. То есть огромный вклад, который внес вот наш Самарский край, Куйбышевский край в годы войны, вот он был настоящим арсеналом победы. А где вы работали с начала войны? А я прямо с начала войны, как я уже вот говорила, что я только что закончила первый курс педагогического училища, собиралась быть учительницей. Но началась война, и как большинство в то время наших, всех моих ровесников, мы пошли работать на заводы. И я работала на заводе. Сначала это был завод номер 53 авиационной промышленности, который эвакуирован был... Вначале он располагался в поселке Алексеевка под Кенелем, а потом его перевели в Куйбышев, вот, на завод 454. Это был будущее аэродронового оборудования. Я всю войну работала на заводе, и на этом заводе я до 63-го года работала на заводе. У вас же не было рабочей специальности. Чем вы начали заниматься, когда стали работать? Ну, сразу же... Ну, в то время, конечно, организацией была работа с молодежью, не смотря на то, что была война, было очень тяжело. Тем не менее, с молодежью велась огромная работа. И прежде всего, по подготовке их к трудовой деятельности. Вот наш завод, который только эвакуировали из Одессы в Алексеевку, расположили. Тут же, значит, создали, значит, курсы тех минимума по подготовке прессовщиков. Прессовщицей я работала. Вот у меня даже сохранился, значит, вот такой документ. Вот я сдала тех минимум, вот, на отлично то время, значит, вот эти курсы. Уже прям совсем ветхая бумажка, да? Это же 41-й год был. Вот. И после этого я, значит, вот работала на прессах, была прессовщицей. Трудно было? Было трудно, но не так, как на фронте. Все равно мы чувствовали себя, конечно, что мы обязаны, мы работали. Ну, как работали круглосуточно, ну, две смены же так работали. Вот. Причем, конечно, старались работать, я вот сначала на одном прессе, потом я на двух, потом я на трех странах одновременно работала, была многостаночницей. И тогда это было распространено и на других заводах, так, там, где была возможность по технологии. Ну, в данном случае, вот у меня, значит, поскольку мы пластмассы, там, одна деталь выдерживается под прессом, там, 20 минут, другая деталь, 10 минут, а третья, 5 или даже 3 минуты. Например, у нас самое массовое производство было, это медальоны, как мы говорили, смертные медальоны. Это те, вот, которые вручали всем бойцам, там, значит, вкладывали туда свои данные и вот достигли. И какое качество было, мы сейчас иногда, когда вспоминаем, говорят, какое, как мы боролись за качество. Так вот, какого качества оказались эти медальоны, прошло 70 лет, и сейчас их, когда находят, вот, останки, и находят у них эти медальончики, в которых данные, данные, а его там, откуда он, вот, это вот мы когда-то делали. Вот, и поэтому я работала сначала на двух прессах, объединила там, а потом на трех работала, на трех. Ну, конечно, это было нелегко, потому что 12 часов от пресса к прессу, значит, это было, ноги, которые иногда опухали, так же было. Но, тем не менее, мы все так работали. Только одной мыслью, значит, сделать как много больше продукции, обеспечить фронт всем необходимым. Ира Ивановна, а вот сегодня, наверное, в любом коллективе найдется, ну, хотя бы один, который, там, полоботрясничать желает, сознательность низкая и так далее. Ну, жизнь такая. А что, в вашем коллективе таких не было? Ну, вы знаете, я не встречала. Вы знаете, это было общее, вот, общий настрой. Это только эта работа, это как можно сделать больше, как можно сделать лучше. Потому что военное время. А потом у всех у нас отцы, родственники, все были на фронте. Ну, а потом мы воспитывались в то время, вы знаете, пионерские организации, комсомольские организации. Мы же все были патриоты. И мы, и молодежь тех лет, даже, вы знаете, сейчас Марк Солонин, известный писатель и наш, Куйбышевский, он вообще-то неодобрительно к советской власти, к прочей, там, и военных, там, критикует. Но интересно, он в своей книге «Анатомия Победы», по-моему, называет, я как даже ее выписал, у меня в книге есть. Вот он пишет о том поколении. И сейчас он вспоминает о своем, как-то я встретила в газете его воспоминания, как он на, по-моему, на обороне или там на этой, на улице, как они, ребятишки, как они вместе бегали, там, купались и так далее. Так вот, он пишет, что это было особое поколение тех лет, воспитанное на высоком таком моральном духе. И там есть там большой отрывок. Он пишет, что это то поколение, на котором, значит, от колхозной избы до кабинета директора проходили, значит, путь руководители и вообще работники промышленности. Вера Ивановна, ну, а нет сегодня ни пионерских, ни комсомольских организаций. Но вот вы говорите, что вы занимаетесь воспитанием молодежи. А тогда через что? За счет чего? Как это делать? Ну, вы знаете, очень трудно. Но все равно, вы знаете, ну, я так вспоминаю, когда я сама была молодая, как бы я воспринимала все это. И сейчас дети, ребята тоже, они очень интересуются. Ну, что касается военных, тут даже и говорить нечего. Это до сих пор у ребят военные там достижения и так далее, это уже для них и интересы, и вот. А трудовые труднее. Но все равно, вы знаете, я вот буквально на днях была в школе 178-й, музею, запасная столица, они проводили встречи с этим. Вот я им рассказывала, показывала отрывки, значит, из фильма прошлого о войне. И особенно о молодежи работали. На станках работали молодые. И когда показывали, ну, просто отрывки. Ну, они же таким вниманием смотрели. Интересные за это? Очень. Поэтому все равно, ребята, воспринимают это очень. Ну, только единственное, что очень мало по трудовым делам, если по военному все-таки, потом вообще приходит военный, привлекает. А трудовые тяжелее передать. Но все равно. Но их, правда, словами очень трудно. Надо показывать. Показывать надо фильмы, отрывки. Слава богу, наши музеи заводские сохранили. Особенно наши авиационные заводы. Музейщикам нужно было при жизни ставить памятник. Это люди, которые как-то они... Ну, где-то в стороне их не очень. Вот, смотрите, наших авиационных заводов. Вот. И первый завод, и 18-й бывший, и 24-й. Какие-то замечательные музеи. И на их материалах, и сейчас все, и ученые. И вот мы тут все работаем благодаря тому, что сумели они сохранить память о тех, кто в годы войны работал и обеспечивал победу. А что это за значок вы принесли с собой, я смотрю? А вот этот значок, это вообще было, значит, в то время очень много работали с молодежью. Комсомол, конечно, он же был во главе. Поэтому, когда в 43-м году объявили о создании главного командования, верховного главного командования, вот, то, значит, среди молодежи, среди комсомола было соревнование за создание этого фонда. Ну, соревнование наших фронтовых бригад. А фронтовая бригада движения была, это все народное, на всех предприятиях, и у нас в Куйбышеве, на всех заводах. Молодежь объединялась. Бригада для чего? Ну, просто помогаем друг другу. Вот, особенно большое значение эти бригады имели для подростков, для ремесленников. У нас же много было очень эвакуировано к нам. Сразу же в первые дни, там, по-моему, там 28 тысяч этих ремесленников, 14-летних, там, детей без родителей здесь. Им помогать надо было. Короче говоря, значит, вот молодежь объединяла бригады и работали по созданию фонда главного командования. Это соревнование было всесоюзное, по всем отраслям. Ну, в первую очередь, конечно, среди оборонных, в том числе и по авиационной промышленности. И у нас в Куйбышеве было. Вот мы участвовали. Ну, и в частности, вот я, как бригадир фронтовой бригады и секретарь комсомольской организации была, вот, мы в этом соревновании участвовали. И когда год закончился, 43-й год, то по личным указаниям Сталина, ЦК комсомола, профсоюзам и всем сначала оборонным отраслям, личное указание Сталина было, подведение итогов вот этого соревнования провести. И, значит, в конце года слеты фронтовых бригад были. И в том числе, причем слеты по отраслям военным были в центре, где основа этой отрасли. В частности, по авиационной промышленности было указание провести у нас в Куйбышеве. И вот в 43-м году на Красной Глинке, там санаторий, вот он и сейчас там, и все это вот, вот, а тогда это было санаторий авиационной промышленности, там провели всесоюзный слет фронтовых бригад, победители этого соревнования. Это во время войны у вас еще слеты были? Это 43-й год был. И вот я была победителем всесоюзного соревнования, и там, значит, вручили вот отличник социалистического соревнования. Ну, это же очень почетная была награда, да, в то время, Вера? Это очень. Это по условиям приравнивалось к ордену. Вот, значит, и значок. И я его, конечно, храню. Это, посмотрите, 43-й год. Как раз мне вручали... Даже не верится столько лет. Да, вот это вот как раз. Вот и я там в халате прямо тут. И как раз вручили мне там день рождения. У меня кран был. Правда? Представляете, совпал. Это подарок. Это декабрь, значит, 43-го года. Поэтому это была первая моя трудовая. И это проводили. Причем потом, вот мы когда вот создавали вот книгу эту, это не только и авиационной промышленности, и вооружения, и подшипников, которые, значит, у них везде, во всех отраслях проводили вот эти, значит, слеты фронтовых бригад. А, Вера Ивановна, ну а вот по поводу все-таки вашей рабочей группы. Ну а чем вот вы занимаетесь? Как вы ведете эту работу? Ну, значит, ну сначала мы просто, начиная, первое начало было, это 60-летие, как раз вот про это в 2003 году. Просто я вспомнила вот этот слет и говорю, ну давайте-ка, может быть, у нас еще есть живые мы это. Давайте мы соберем. Узнаем, сколько у нас. И мы вместе с ветеранскими организациями, по заводам провели, значит, такой. И оказалось, у нас очень много было там. Даже мы собрали там больше 200 человек, которые в годы войны участвовали в этом соревновании на наших авиационных заводах. И мы, значит, собрали в музее Лабина тогда, значит, слет, совещание вот этих бывших наших участников фронтовых бригад. Здесь это было в 2003 году. Это 60-летие слета мы посвятили. В газете это было, по телевидению было. Вот. И тогда вот мы решили продолжить эту работу. Что мы еще живые. Ну давайте мы оставим память. Что как работали, чтобы наши внуки, правники, не просто, чтобы они знали. Вот. И мы тогда договорились, давайте там на этом совещании. Вот. Мы соберем воспоминания. Вот. И потом выпустим книги. И вот мы работали с тех пор. Вот выпустили две книги. Мы, значит, вот. В труде, как в бою. Да. Ну мы назвали, потому что это был лозунг комсомола в то время. Вот это соревнование шло, значит, под девизом «В труде, как в бою». Вот. И мы выпустили книги. Ну а потом, когда мы ее еще выпустили, ну сейчас продолжает все-таки, говорит, давайте продолжим работу, потому что кто-то уходит, а кто-то как. Вот так вот это. То есть это книги о людях. История о том, как трудились люди. Да, это воспоминания. И здесь вот есть, пожалуйста, здесь все фотографии. Особенно авиационные. Особенно. И не только. Здорово, что фотографии сохранились. Правда, Вера? Так в музее, еще я говорю, что музейщики заводские. Вот по каждому заводу здесь, значит, вот вы. Вот, вот видите. Пожалуйста. Это же факты, это документы. То есть вы выпустили уже две книги. Две книги. Первая и вторая. Ну сейчас все-таки предлагает еще третью. И наш городской совет ветеранов. То есть далеко не все еще вошли в эти две книги. Конечно, не продолжение. Вот. Ну предложили продолжить работу. Ну вот я так пока. Ну вроде и начинаем там дальше. Ну насколько сил хватит. Но, значит, цель какая? Вот эта группа наша, это те, кто в год войны работал. И правда вот за год сейчас вот буду проверять, кто там жив, уходит. В каком возрасте в основном в вашей группе люди? В каком возрасте вот ваша эта группа? Ну мы до 90 лет. Вот мне 90. Браво, Вера Ивановна. Даже больше. Даже 91. Вот. Поэтому все мы уже. Вот. Ну тем не менее, те, кто еще может, во-первых, у них остались же материалы. И сейчас много, и вы знаете, интересуется. Вот иногда звонят, ну те, кто знает, вот звонят мне из завода. Вот Вера Ивановна, вот дедушка умер, а у него, значит, вот записи о заводе, там, о соревнованиях, о чем-то. Ну куда? Ну что, это выбрасывать? Понимаете? Это ведь родственники остались, дети остались. Вот не было бы музея ведь. Вот. И поэтому, и сейчас даже музеи, да, где музеи, там, ну старые, там, какие записи, с ними же надо работать, надо разобрать, что, куда, даже некуда было девать. Вот сейчас говорят, ну мы даже вот ветераны говорим, ну где у нас Совет ветеранов, куда мы там собрать, допустим, этот материал. Ну, правда, архив наш, наш центральный архив, ну как-то тут я с ними на свечении была, я как раз говорю, вот вопрос-то есть, что организовать, вот мы там пишем, организовать сбор о заводах. И вообще не только о войне, а о послевоенный труд какой огромный, наш Куйбышев, наш промышленник, вот. Ну нам и девать-то некуда, ну нам архив сразу, давайте, у меня даже заведующая вас делала, она говорит, все, мы комнатку найдем, мы все отдельно, мы будем принимать, собирайте, потому что все это ценно, все это останется. Вера Ивановна, ну вот вам, конечно, интересно наверняка этим заниматься и всем участникам группы, а кроме вас это кому-то надо, вот как вы чувствуете? Ну, прежде всего, это школы, это школы, и сейчас очень хорошо, что в школах вот эти музеи, и вы знаете, такие заинтересованные преподаватели, даже вот сейчас приглашают, не очень нам ее тоже лишний раз поехать, пойти, все, но они с удовольствием встречают, и ребят очень, они так слушают, когда им, ну не просто говоришь, особенно, я говорю, показывать, почему я вот тогда сразу же вам сказала, потому что разговор это так. Так, а когда ты берешь, и вот они у нас, вот, пожалуйста, вот, вручает там, и все здесь вот наши эти самые бригады, вот они же, вот они, пожалуйста, они же тут живые свидетельства, живые фотографии у нас, вот, по каждому заводу, вот, вот смотрите, вот, это же бригады. Фотографии живые, а людей-то уже, наверное, не так много, да? Ну, конечно, их никого нет, но когда показываешь им, это не то, что говоришь, вот, и у меня вот на флешке уже так, это у меня внук там помогает, вот, и, значит, мы в кинофильме, ну, я отдаю вот некоторые музеи, вот, а мой завод, это 454-й бывший, и сейчас мы дружим там с ними, ну, я им передала фильм. Ну, например, мне подарил фильм в свое время, Спивачевский, наверное, вам фамилия известная, бывшая, вот, и я его когда-то приглашала принять участие с нами, ну, правда, надо сказать вам это, я уже скажу, в адрес, значит, ну, кое-кому там предлагала, журналистам, вот, когда же, мол, давайте, спрашиваю, а сколько платить? Да. То есть, вы понимаете, это уже новое поколение, говорю, мы бесплатно работаем, нам ничего, за книгу, вот, это ни копейки, только на издании, вот, так вот, я тогда помню, значит, Спивачевским, ну, просто мы по старым временам знакомы, я ему, я говорю, вот, нам было журналистов, потому что одно дело, мы тут что соберем, вот, но он, правда, кровь болел, значит, не мог, но он мне передал личную свою запись, ну, сколько он, 10 или 15-минутный фильм, значит, о начале войны в Куйбышеве, он когда-то доработал там в руководстве, вот он мне отдал этот фильм, а я этот фильм уже отдаю музеям, переписали на некоторые музеи, и там на 15 минут вот этот фильм, начало войны, эвакуации, заводы, вот, наши бригады, вот эти, вот, фотографии, значит, это совсем другое впечатление. Вера Ивановна, а скажите, пожалуйста, вот, 91 год, вот как ваш день обычно построен? Ну, сейчас уже, ну, делать-то, конечно, только, значит, свои лекарства какие-то примешь, вот, вот, ну, сейчас уже сложно, конечно. Ну, а вот это все, когда же вы вот этим занимаетесь, музеи, материалы, книга, и встречи в школах? Ну, так и занимаемся, вот, ну, я считаю, что и вот те, кто вот со мной работает, ну, правда, уходит из жизни, сейчас вот буду проверять из моего списка, там, уже из жизни уходит, вот, ну, как время, нас никто же ничем не ограничивает, а больше часов же, вот, но зато я, например, с интересом, ну, уже сейчас сложновато просто, вот, начинаю так все-таки перелечь, что-нибудь другое почитать там, вот, ну, тем не менее. Но все равно ведь на покой-то вот не хотите, занимаетесь ветеранской работой. А как наши вообще ветеранские организации? Я считаю, что для них им бы особое внимание уделять, потому что такие ветераны у нас пожилые, с каким они отзываются, потому что это то поколение, которое привыкло работать, и не просто, только для себя. Это вот наше поколение, оно осталось. И, посмотрите, в любом районном совете, что Кировский, что Советский, что Октябрьский. И даже ведь иногда вот, например, недавно мне председатель Октябрьского районного совета, убогов, значит, звонит, нашел телефон. Верван, у меня вот три ветерана, ну, о них что-то никто нигде что-то не пишет. Один герой социалистического труда, он бывший, значит, тракторист в годы войны был, мальчишкой. А потом, значит, он всю жизнь посвятил, и потом получил звание Героя соцтруда за то, что он организовывал все эти машины, драконные станции и так далее. А никто о нем, значит, там. А другой, наоборот, начинал, значит, работать на КТЭКе, он мальчишкой. А потом, значит, он, ну, потом, как правило, большинство наших поколений потом пошли учиться все, вечерний техникум, вечерний институт и так далее. Росли и кадры, и начальники цехов и так далее. Это все вышли оттуда. Так вот этот про него распаивка, разутила фамилия. Фамилия. Вот. А потом он был руководителем конструкторской бригады у Илюшинских, вот, то есть самолеты ТУ-160, вот это. Большую работу он проводил потом. Ну, ведь они все еще затекреченные были. И Волин-то их не знает. И сейчас. Но я хочу сказать, вот он председатель районного совета. А у него вот вышло, вот, давай как-нибудь, куда-нибудь. Ну, я, значит, вот архивы предложили. И вот сейчас записали одного. Оказывается, у них есть отдел технотронный там какой-то они там записывают. Они записали одного и второго, значит. Ну, то есть вот так мы это сами. А вот вам это что дает, Вера Ивановна? Вот то, что вы не лежите целый день на диване, вот вы все время в общении? Конечно. Ну, интерес какой-то все равно. Ну, так, ну, что ты будешь вспоминать? Ну, вот тебе сколько осталось? Ну, таблетки выпила, но зато вот вспоминаешь. Ну, а потом просто люди рядом ведь очень такие же, как я. И так же они интересуются, и так же им хочется. И не только это же не о себе говоришь. А вот они есть, вот они остались. Вот мы эти книжки сделали. И они ведь по всем школам раздали. Вообще в школам, музеям. Вера Ивановна, а вот ведь очень многие люди из ветеранов сейчас, они одиноки есть такие. И многим не хватает общения. Ну, вот вы работаете, здорово. А просто так-то собираетесь, встречаетесь, ну, чайку попить. Ну, а как же. Ну, тут уже свои компании собираются. У нас, как раз, вот те, которые со мной, у меня тут бригада, мы человек пять, шесть. Вы поддерживаете связь, да, между собой? Ну, сейчас как ветераны. Сейчас вот по Волге есть льготные эти. Мы договоримся друг с другом. Поехали, да, в Ширяево. Вот так вот. Ну, кто может вот так? Встречаемся, дни рождения отмечаем. Вера Ивановна, ну, это ведь вот получается года, не беда. Наоборот, просто надо сохранять, как бы, силы не падать раньше времени. Вот и все. Не у всех получается, вот у вас получается? Ну, наверное, просто, особенно коллектив много, значит. Вы знаете, вот эти, когда развал Заодова был, это столько ушло из жизни ветеранов, это просто от переживаний. Потому что сейчас вот нашей молодежи, ну, трудно, поскольку сейчас как-то уже другое отношение к работе, деньги, прежде всего, там, где вы, это у нас все-таки по-другому ведь было. И, значит, сколько умерло вот моих ровесников, особенно взять завод Масленникова, там, 4 ГПСД закрывали, эти заводы. Как переживали, это вам вот трудно просто понять. Вот я помню, еще один у нас, он начальник цеха завода Масленникова был, отец моего возраста, ему лет 50 было. Вот он приходил с завода, мне отец рассказывал, ну, он приходит, он начальник цеха был на заводе Масленникова. Он приходит в родичный диван спиной, то есть лицом в спинку и лежит, без лифтя не может. Вера Ивановна, вот вы так не будете, я просто совершенно в этом уверена, потому что у вас есть дело, у вас есть жизнь. Вера Ивановна, ну, я очень хотела бы от всех наших зрителей вам пожелать здоровья. Огромное спасибо, что вы так вот раз собрались, приехали к нам в студию. Все это, безусловно, очень интересно. А нашим зрителям хочу еще раз напомнить, что сегодня в городе АЭС была Вера Ивановна Федорова, член рабочей группы ветеранов эстафет памяти, человек, который память эту... Автор книги. Автор книги в труде, как в бою, и не одной книги. Человек, который хранит память о молодежи, которая работала в годы войны. Увидимся в городе АЭС. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова